Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0. Улица Крымская 242. Офтальмологический центр Тризе. Здравствуйте. Новости Анапа-регион продолжают эфир канала РЕН-ТВ. Студия Ирина Меркурьева. Сегодня в выпуске. Что в облике ее? Анапа хорошает на глазах. Улицы курорта преображают работники коммунальных служб. Работа общественного транспорта в Анапе на особом контроле. Перепады настроения и депрессия срочно к врачу. А сейчас обо всем подробнее. Анапа каждый день преображается. Дорожные и коммунальные службы курорт работают в усиленном режиме. Что изменяется в облике города, расскажет Алина Гумерова. Сотрудники предприятия «Ремстрой» красят ограждения на участке протяженностью 4 километра. От Малой Бухты до Старого Кладбища. На улице Крымской красят опоры уличного освещения. Муниципальный заказ выполняет индивидуальный предпринимательник. Николай Зиновьев. Скоро такие же работы начнутся и в сквере боевой славы, где сейчас полным ходом идет реконструкция. Специалисты компании «Зеленстрой» укладывают в сквере рулонный газон. Это даст возможность в кратчайший срок получить на участке качественное ярко-зеленое покрытие. При посеве газона на это обычно уходит не менее одного года. Сотрудники «Зеленстроя» проводят подобные работы и на набережной курорта. Мы полностью провели реконструкцию. Высажено на нее около 20 тысяч цветов виолы. Новый кустарник, который произрастает в нашей зоне и который является, может быть, удивительным и экзотическим для гостей нашего курорта. Это Купресо Цепарис Лейланда, Кипарисовик Нотканский, Тисы, Можжевельники, которые растут у нас здесь на юге. Также в городе обновляют пешеходные переходы. Сотрудники компании «Кит» наносят разметку на улице Горького. Почти год назад появились первые пешеходные переходы, раскрашенные в новой цветовой гамме. Традиционная белая разметка чередуется с линиями желтого цвета. Работы по благоустройству и озеленению курорта планируют завершить к майским праздникам. Пассажир всегда прав. Так можно перефразировать известное всем высказывание. Работа общественного транспорта наобчане подвергают резкой критике. Как выяснила наша съемочная группа, на то есть все основания. Их рабочий день начинается, когда город спит. Уже в пять утра водители автобусов и маршрута готовятся к выходу на линию. В первую очередь ежедневный допуск к работе медицинскими работниками. Специалисты проверяют давление и каждого обследуют на алкотестере. Другая немаловажная вещь – техническое состояние транспорта. Перед выходом автобусов на линию проверяется техническое состояние, исправность светофар, наличие информации, соответствие внешнего вида машины, требованиям ГОСТа. Сколько в день автобусов? Выпускается в среднем 20-30 автобусов. Если не работают фары, в салоне грязная, отсутствует информация для пассажиров, а водитель без медосмотра, такой автобус не должен выходить на маршрут. Не должен, но почему-то выходит. Примеры каждый день на дорогах Анапы. Глава курорта потребовал от ответственного управления взять этот вопрос на жесточайший контроль. Результат не заставил себя ждать. По поручению главы за два дня были выявлены 18 нарушителей, которые были сняты с рейса. И сейчас уже точен контроль за выпуском автобусов с парка. Ежедневно отдел по транспорту и связи ведет мониторинг работы общественного транспорта и составляет протоколы на нарушителей. Выявленные нарушения послужат основанием для расторжения договоров. Мира крайняя, но необходимая. Не хочет предприниматель работать по законам курортного города, значит не будет. Ответ на вопрос о суде и кто очевиден – сами пассажиры. А на общении высказывают немало претензий к работе общественного транспорта. Главное – антисанитарное состояние и несоблюдение графика. Вера Поленица каждое утро ждет на остановке маршрутку номер два. И почти каждый раз, не дождавшись, уезжает на другом автобусе. Я работаю с восьми часов, живу на Лермонтово. Очень плохо утром ходит двойка. Приходится садиться на какой-нибудь другой автобус, ехать до Астраханской, с Астраханской до Дилуча идти пешком. Глава Анапы потребовала исправить положение дел в сфере пассажирских перевозок. По информации отдела по транспорту и связи с предпринимателями проведено совещание. До 25 апреля они обязуются привезти все автобусы в надлежащий внешний вид, очистить от рекламы, помыть и привезти в порядок салоны. И в продолжение темы. Сотрудники ГИБДД вплотной занялись профилактикой нарушений в сфере пассажирских перевозок. В Анапе стартует первый этап оперативных мероприятий под названием «Автобус». В рамках операции «Автобус» инспекторы ГИБДД проверяют состояние городских и пригородных пассажирских автобусов. Особое внимание на техническое состояние транспортных средств, на наличие всех необходимых документов, правила перевозки пассажиров, установку дополнительных сидений, не предусмотренных техническими характеристиками автобуса. Будут созданы специальные группы, в состав которых будут входить и сотрудники технического надзора ГАИ города Анапы, сотрудники дорожного надзора, совместно с сотрудниками дорожно-патрульной службы. За нарушение правил перевозки пассажиров, например, стоя штраф 500 рублей для водителя. Также будут привлекаться должностные лица автопредприятий, юридические лица в части выпуска неисправного транспорта на линию. Кроме того, за то, что в конструкцию автобуса будут внесены изменения, не узаконенные в госавтоинспекции, то есть переоборудование, установка дополнительного сидения, будут приниматься меры вплоть до аннулирования регистрации. На устранение предписаний 10 дней. Если в течение этого срока нарушения не ликвидируют, транспортное средство снимут с маршрутной линии. Они встретились в 1944 году и расписались не только на Рейхстаге. Свидетельство о регистрации брака получили в Берлине. Капитан авторота Михаил Семенович Нагнебеда и связистка Анна Лукьяновна Медведева. О любви и о войне, о героях и потомках в следующем сюжете. Наталья Ключникова бережно хранит все, что осталось от родителей. И то самое свидетельство о регистрации брака, выданное в столице побежденной Германии, и фотографии, и награды. Помню, как они рассказывали, как они познакомились. Они познакомились, они служили в одном полку, в одном полку авиаполк. И ехали поступать в партию. То есть один ехал уже, как говорится, за партийным билетом вручения, а другой как в кандидаты в партии. Авиаполк перебрасывали по разным фронтам. Прибалтийский, Белорусский. За то, что моточасть капитана Нагнебеды смогла обеспечить бесперебойный подвоз горючего и снарядов сразу двум авиаполкам под Кенигсбергом, капитан был награжден орденом Красной Звезды. До 49-го года они находились в Германии. Конечно же, молодые супруги-однополчане успели расписаться на Рейхстаге. Мама рассказывала, отец тоже рассказал, что да, вот кроме того, как они и брак зарегистрировали, что они, да, когда вот победа была, вот они ходили по Берлину там везде и даже вот тоже к Кенигсбергу подходили, тоже где-то их там тоже роспись осталась. После расформирования части в 60-м году родители приехали на родину Михаила Семеновича в Анапский район. Отец был мастер золотые руки, инициативный и находчивый. Стоит металлическая рама, он говорит, это наша машина. Я себе это как ребенок, естественно, была удивлена, а вот он говорит, да, это наша машина. Ну и потом через какое-то время он приезжает на этой машине, ГАЗ-60 судьбой вроде так, насколько мне память не изменит, вот такие военные машины, вот на этой машине сам своими руками собрал. Под стать родителям их единственная дочь Наталья Ключникова. 12-й микрорайон для нее родной, как и Анапа в целом. И она делает все от нее зависящее на своей общественной работе, чтобы курорт стал еще чище и краше. Гордится, что в краевом конкурсе ТОС заняла первое место, и теперь на премиальные полмиллиона рублей оборудуется спортивная площадка в ее микрорайоне. Город воинской славы Анапа готовится отпраздновать День Победы. Главный праздник для Натальи, и эту мысль она старается донести до своих детей и внуков. Для нас, да, в семье, вообще, в народе, везде, я считаю, у всех у россиян, в Советском Союзе, для россиян это было самое, считается, даже больше, чем у кого-то День Рождения. Это самый-самый, как говорится, праздник, самый великий праздник, я считаю, этого народа, да, победа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Профессионализм и качество обслуживания – визитная карточка курорта. В Анапе определяют лучших представителей профессии в санаторно-курортной отрасли и потребительской сфере. Администрация объявила о приеме заявок на конкурс. Спешите участвовать. Чем бы ты ни занимался, в своем деле надо стремиться быть лучшим. Название лучших в профессии сразятся повара, кондитеры, официанты, мастера по карвингу, горничные и медицинские работники. В Анапе объявлен конкурс по семи номинациям. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо, во-первых, иметь специальность по данным номинациям, и также предоставить документы, которые подтверждают профессиональное образование. Ну, к тому же, иметь хорошее настроение, желание делать добро и приятное нашим людям. Ну, и к тому же, если человек обладает высоким мастерством, профессионализмом, это успех в любом деле. Особенно это важно для Анапы в плане гостеприимства. Это имеет простепенное значение. Первый этап конкурса пройдет с 24 по 28 апреля. Участники должны будут продемонстрировать теоретические знания. Второй этап предполагает практику. Честование победителей будет в день открытия курортного сезона в Анапе. Высокий профессионализм работников индустрии гостеприимства способствует повышению туристической привлекательности нашего города, отмечают организаторы конкурса. Весной нам не хватает солнца. Перепады настроения, витаминоз – все это может стать причиной сезонных депрессий, нарушения сна. Но есть специалисты, готовые помочь справиться со всеми эмоциональными проблемами. И посещать психотерапевта или психиатра не стыдно и непредосудительно. Это нормально, особенно если психотерапевт – позитивная и яркая женщина. Ирина Печкурова в детстве мечтала стать балериной. Сейчас вместо сцены – уютный кабинет. Нет зрителей, есть пациенты. Считают свою работу нужной и интересной. Вечная загадка жизни. Что такое человек, почему он думает так или иначе, почему он так поступает или иначе. Казалось бы, солнце и море – благоприятные условия для счастья. Но проблем у анавчан много. Сезонные депрессии, эндогенные психиатрические расстройства, нежелание жить, анорексия, нарушение памяти, проблемы с адаптацией. Много пациентов, приехавших из других регионов. Ирина мечтает об одном. Чтобы люди не боялись психиатра и не было страха перед этим психиатром. Психотерапевт не боятся, психолог не боятся. Как только звучит слово «психиатр», вот чтобы у нас было как на Западе, чтобы нас тоже не боялись. Ее работа – заглянуть в душу каждого, вместе разобраться с проблемой и помочь. Я бы посоветовала пациентам, которые теряют память, побольше читать, больше разгадывать всяких кроссвордов. Компьютерные игры даже детские, логические, очень помогают. Возрастным пациентам научиться овладеть компьютером и заниматься этим. Потому что лучше, чем таблетки действует умственная деятельность. Не зря психиатры живут до 90 лет. И все время приходится решать ребус человеческой души. Улыбчивая и открытая Ирина сама как лекарство. В свободное время занимается осадом, мастерит из ткани иконы. И сына воспитывает в атмосфере доброжелательности и свободы. Когда мы сильно пытаемся подавить или решить все за ребенка, то есть, конечно, результаты плачевные. И мы потом эти результаты видим здесь в числе наших пациентов. Такие бывают. Родителям нужно немножко себя сдерживать в желании подавить ребенка и полностью за него все решать. Душа – дело тонкое. Чтобы лечить ее, нужны не только знания. Просто необходимо особое состояние души. И на сегодня это все новости. Сейчас прогноз погоды с Натальей из Мозговой. Здравствуйте. В четверг погода снова будет пасмурной и дождливой. Дождь похож на незваного гостя, который все никак не хочет уходить. Мы с нетерпением ждем солнечной погоды, но она все задерживается. Среднесуточная температура четверга плюс 10 градусов. Правда, юго-западный ветер ожидается порывистый до 8 метров в секунду. Генеральный партнер новостей – офтальмологическая клиника «Тризе». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Специально ко дню Великой Победы. В офтальмологической клинике «Тризе» для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0. Улица Крымская, 242. Офтальмологический центр «Тризе». Редактор субтитров А.Семкин